Дзинь, дзинь, дзинь. Ты че тут меня ждала? Привет. Сегодня делаем закуску. Делаем. Раз, два, три, четыре. Четыре селедки за 78 рублей 20 копеек. Замороженная. Селедка. Слегка подморожена. Я-то ее купил вообще замороженную. Ну она лежала уже. Четыре штуки за 100 рублей. Удаляем плавники, хвост и шкуру. А внутренности вычищаем. Подготавливаем. Нужно удалить и косточки. Но мы не будем много времени тратить. Мы сами разберемся с косточками. Сидя за столом, надо чем-то заниматься. Кроме разговора. Это дешевка. А это более дорогая рыба. 188 рублей за 1 килограмм. Чем она лучше, чем вот эти зачуханные селедочки? Да зачуханные селедочки еще вкуснее бывают. Просто она жирнее. Рыбьего жира больше. То есть полезнее. Да не, нормальная, нормальная. А вот и червячки в дорогой рыбе. В дешевой их не было, а в дорогой есть. Ох, как будто кожа змеи. Лук для селедки нас послали добыть. Пап, слушай, почему у вас конопля посреди поля? Вот, вот это что? Это еще мелкое. Мама, мы внесли посильный вклад. Это у нас такой рукомойник. Водичка печеная? Да, и холодная. Берем соль крупного помола и делаем насыщенный селевой раствор. Здесь полтора литра воды, 12 ложек соли. Проверено, будет насыщенной. Добавим 2 ложки сахара. Еще и сахар? Да. Селедка сахаренная получится. До себя сахар почти добавляется. И добавляем 2 ложки уксуса. Именно уксуса. Прямо кислоты уксуса. 70 или скольки она там пациентная? Не всяких там яблочных 0,5. Нет, нет. И все кусочки помещаем в раствор селевой. Все урежется. Молоку, хорошо промытую, я опускаю в этот же раствор. Потом будем из нее делать бутерброды. Вкусные, только соленоватые получились в прошлый раз. Ну, побольше добавим масла. Майонеза! Майонез все сделает едой. Оставляем на 2 часа в этом растворе. Прямо при комнатной температуре. Всего лишь 2 часа в соли. Через 2-2,5, иногда 3. У нас прошло 3 часа. Процеживаем. Лук нарезаем полукольцами. В стеклянной или пластмассовой посуде. Слой селедки, слой лука. Можно специи добавлять. Ты не будешь? Нет, сегодня не будем. Утром бою. Сверху заливаем растительным маслом. Прям до самого не хочу, как говорится. Желательно побольше. Все, вот уже приближается, приближается. Вот так вот. Достаточно, я думаю. Закроем крышкой и в холодильник. Посмотрите, какая красота. Селедочка с укропчиком. Картошечка свежая, сваренная в масле. Тоже с укропом. Чего здесь не хватает? Василий Владимир Васильевич пробует. Ну как? Вкусно? Красота. Я бы то мечтала весь Китай. Поэтому я могу сказать, что вкусно, даже не пробуя. Ну давай, говори уж, что там. Уже говорить вкусно. Я как фрекен бог. Безумно. Правда, очень вкусно. Честно говоря, думал, что эту трехлитровую банку селедки я съем один за один день. Но нет, едим всей семьей. Сегодня уже второй день пошел, а еще съели только половину. Надоело, надоело. Все, удовлетворил свое желание. Мама предложила сделать следующее блюдо. Это будет что-то среднее между пирожками. Ну, в общем, какие-то бутербродики из слоеного теста. Как ты предложила их? Слоенки. В слоенки, говорит. Не знаю, как это называется. Слоеное тесто, яйца, рис и зелень. Все очень просто и быстро. Слоеное тесто предварительно достаю. Мама сама не делает слоеное тесто, потому что, говорит, геморроя с ним. Просто ужас. Проще купить. Тесто пресное, традиционное, замороженное. Попробуем, друзья. То, что было в холодильнике. Мама всегда в холодильнике что-нибудь лежит, потому что, если приедет в гости, она быстренько-быстренько что-нибудь приготавливает. Точнее, нет. Мы только позвоним. Приезжаем, а тут уже просто горы еды. Пока готовим начинку, тесто подойдет. Яйца заблаговременно сварили. Знаете, как проверить? Если вращается, значит, вареное. Чтобы яйца хорошо чистились, их нужно в кипящую воду опускать при варке. Когда будут готовы, сразу же нужно опустить в холодную воду. Сколько раз проверял, если яйца свежие, хоть ты запарься, хоть ты в кипятке варь. Вот только из-под курицы, и они никогда очиститься хорошо не будут. Может быть. Помню, своих кур держали, были проблемы. Яйцерезку покажу, обхокочешься. Поломалась яйцерезка. Я овощерезкой приспособилась. Так тебе надо подарить яйцерезку? Да, уже сто раз дарили, и у меня почему-то струйным махом ровно. Надежно. Не поломаются. Добавляем рис. Заранее в обсоленной воде. Отваживаемся. И зелень. Что-то это мне напоминает начинку для пирожков с яйцами и луком. Кстати, одни из моих любимых. А это и есть такие пирожки. Просто хотели испечь пирожки с яйцами и с луком. А, подсолнечного масла не осталось. А, мы-то любим не печеное, а жареное в подсолнечном масле. И ты решила совсем переделать все. А было слоеное тесто готовое. Понятно. В общем, это можно считать твое блюдо? Можно. Эксклюзив. Только на канале Денваз ТВ. Маленько нужно подсолить. На глаз. Еще на глаз. По линейке. Ничего себе. Так, раскатываем тесто. Не обязательно, чтобы совсем растаяло. Нарезаем. Это вот такой кусочек на один пирожочек. У нас 6 кусочков напополам. Это 12 пирожков получится. Да, но они очень массивные. Большие и сытные. Нам для смазывания нужен только желток. А для чего? Сверху смажем тесто. Красивый золотистый цвет получим. Яйца практически незаметны. Где-то желток увидишь. Он тонким слоем размазан по всей поверхности. Ну ладно. И в духовку это все. При 180 градусах 25-30 минут до подрумянивания до готовности. Опа. Первая партия готова. Вторая партия пошла. Бабушка приготовила новое блюдо. Кто хочет первое попробовать? Я. Давай, кусай и говори, что там внутри. Ну-ка, ну-ка. Ну как? Я не понял, я откусил только тесто. Откусывай серединку. Что там? А тошка с укропом, похоже. Ну вкусно? Ну да. Ну-ка давай, маячок, ты пробуй, что ты скажешь по поводу этого блюда. Смотри. Ну еще начинку откусил, а то непонятно. Угу. Мама, кусай. Скажешь вкусно, не вкусно, а потом дети будут гадать дальше, что там. Ну как? Так. А Женя, смотрите, уже допивает морс. Женечка, ну-ка, пробуй. Что скажешь? Вкусно. Вот, молодец, мальчика. Ну и что? Вкусно? А что там внутри, как ты думаешь? Макс, а ты что думаешь? Лук вижу, да? Яйцо и лук. Молодец, сама. А ты что думаешь? Сыр и лук? Угу. Женя, а ты что думаешь там? Не знаю. Мама столько много готовит. Ели-ели, не доели. Я решил это называть булочками с начинкой. Потому что, ну, по-другому не могу никак придумать. А сегодня мы готовим бутерброды. Это рыбий крам. Некоторые называют это рыбьими яйцами. Абсолютно право. Это яйца на самом деле рыбьи. А это, это молоко. Бутерброды готовятся очень быстро. Мы их даже поджаривать не будем. Подсушивать в тостере тоже. Для того, чтобы приготовить масло, растопим. В микроволновке для простоты. Ну, конечно, лучше на плеке. Батон или багет тонко нарезаем. Эта рыба не живородящая. Поэтому самки мечут икру. А потом мужики плавают и опрыскивают ее спермой. Держи. Тут у нас почти одна сперма. Икры очень мало в этой рыбе оказалось. Ну и масло наше растопленное. Икра, молоко, зелень. И все это в комбай. Добавляем масло. Понадобятся еще огурцы. И помидоры. Укроп, петрушка и базилик тоже со своего огорода. Берем и намазываем этой массой кусочки батона. Кроме как масса, по-другому я тоже это никак назвать не могу. Мама хотела еще красивые фигурки вырезать. Говорю, какие фигурки? Главное наполнение, да? Бутеры готовы. И как всегда у моей мамы украшены зеленью. Как она говорит, кто не хочет, тот не ест. А кто хочет, выберет и съест, например, базилик. Я не люблю базилик, поэтому я не буду. Эти бутеры идеальны под пиво. Уточни, пожалуйста, что там внутри? Ну, огурчик, зелень, булочка. У меня вот это вот. Яйца рыбы и сперма. Рыбы. Я как-то стесняюсь это есть. В рот брать не будешь? Так, уважаемые зрители, я пробую это под принуждением. Ну, давай уже кусай. Видишь, не так страшно, как ты думала. Не буду, не буду, я не такая. Солоновата, на мой взгляд. Под пиво как раз. Ага, нет, пиво не пью. Безалкогольное. Не хочу. Нелчу чая с сахаром. Нормально, съедобно? Ну, я думаю, это икра горчит. А с первым в самый раз. Давайте закончим пошлые шутки про молоки и покажем вам еще одну закуску. Берем куриную грудку, удаляем шкуру. Я люблю шкуру. Можно отдельно мне пожарить, пожалуйста? Ну, это отдельная грудь. Жареная куриная шкура. Мама сказала, что эта порция примерно на 16 рулетиков. Надо приготовить тесто. Тесто заварное. Заварное тесто. Так, берем воду. Фотные клетки, что ли? Да. Берем воду, растительное масло и солим. Ставим на огонь и даем закипеть. В это время разделываем куриную грудку. Хорошего качества купил хоть? Одинаковое оно все качество. Ну, хорошая курочка. Вот каждую половинку нужно на 8. Мама, что за аппарат для садамаза? Без отбивать будем. Надо идти в кладовку за молоточком. У нас закипело масло с водой. Всыпаем муку. И размешиваем. Вначале ложкой. Потом белкой. Потом руками. У меня камера запотела. Выдавливаем чеснок. Я люблю чеснок. В детстве терпеть не мог. Немного специй. Смесь перцев. Ой, какой запах обалденный. Чеснок плюс перец. Ммм, ложку сметаны. Перемешиваем. Ты ж только что Женькин горшок выносила. Руки помыла? Нет, помыла. Естественно. И оставляем на часик для маринования такого. Тесто теперь руками перемешиваем. Горячее еще. Натираем сыр на мелкой терке. Тесто делим на 16 частей. Из теста делаем лепешечки. Кусочек мяса. Посыпаем сыром. Сворачиваем трубочку. Смазали трубочки яйцом и посыпаем кунжутом. Для того, чтобы были желтенькие, вкусненькие и красивенькие. И в духовку. При 180 минут на 30-35. Готово. Последние дни просто праздник какой-то. На 1 января очень похоже. Ладно, пробую. Такое острое. Горякло. Запивай чаем, быстрее. А он тоже горяк. Не буду я твою пива. Такие рулетики я уже ел. И неоднократно. Поэтому знаю их вкус. Очень вкусно. Именно я попросил их приготовить как закуску. Сегодня недосольно, по-моему, немножко, да? Селедочки сейчас добавим. И будет супер. Вот такие вот странные закуски получились у нас. Закуски для взрослых. Селедочка. Сразу так хочется добавить в подводочку. Под пиво тоже неплохо идет. Насчет бутербродов со спермой рыбьей. Ну не знаю. Я думаю, даже половина моих зрителей это не станет брать в рот. Вот этот бутербродик. Ну это на самом деле пирожок с яйцом и луком. Просто тесто слоеное. Ну а это рулетик или, не знаю, там, ролл. Как хотите, называйте. С куриной грудкой, думаю, придется по вкусу всем. Запивайте, чем хотите. Закусочка на канале Denos TV. Мама, спасибо. На здоровье. Спасибо. На здоровье.